Дорогие мои друзья, сегодня с нами я вообще, если честно сказать, в большом восторге от Дмитрия Ольшавского, потому что я долгое время слушала его на Ютубе, никогда не думала, что мы как-то найдемся в Инстаграме, но так получилось, что мы нашлись, пообщались и вот решили для украинских наших зрителей какую-то поднять тему. Но я попросила народ и все попросили, чтобы мы подняли тему отношений, хотя для меня это было удивительно. Я думала, что мы будем говорить о стрессе, о тревоге и так далее, но народ захотел, в общем-то, отношений. Думаю, ну, значит, пока первое место отношения, и тут будем о них и говорить. Я все вопросы, которые я пособирала, я сегодня буду их задавать, которые спрашивали люди. Но я немножко хотела, чтобы вы немного о себе рассказали, потому что мне бы хотелось, чтобы наш украинский простор понимал, что люди, которые жили в России и защищали Украину, тоже остались сейчас со своим мнением, но без страны, чтобы вы немножко как бы рассказали о себе, если это возможно. Ну, это такой вот, знаете, разговор-то долгий и философский. Я жил в центре Петербурга, и не перестаю каждый раз это рассказывать, что когда началась война, абсолютно все мои друзья и все знакомые поддержали Украину и были против рашистского нападения. Больше того, многие из них при встрече вместо «Доброе утро», значит, «Здравствуй», стали говорить «Слава Украине». И так довольно легко стало опознавать своих, потому что если отмечают героям слава, значит, слава. И парадоксально, но я вообще вживую не видел ни одного человека, который поддерживает войну и Путина. То есть они где-то там в интернетах и в телевизорах, наверное, есть. И, может быть, это, конечно, выглядит, вот, ушами украинцев это выглядит как жалкое оправдание такое, где же вы были все это время и почему вы этого упыря так и не свергли. Но, тем не менее, вот за что купил, за то и продаю. Я не видел ни одного, кто вживую реально это все поддерживает. Поэтому я бы не сказал, что я Россию потерял. Мы-то нормальные ребята остались. И кто-то уехал в эмиграцию, кто-то остался. Кто-то, пардон, сидит. И нас большинство, почему? Потому что мы смыслообразующая часть населения, я так считаю. Поэтому это не мы потеряли, да? Вот мы и есть Россия, потому что нас большинство. Вот, я вам этот вопрос вот так ответил. И, прежде всего, вот это нас формирует как нацию, да? Понятие ответственности, понятие совести. Поэтому кто как может, так Украине и помогает. Кто-то деньгами. Я все это время принимаю бесплатно пострадавших. Если кто-то мне пишет из Украины, даже если он не в зоне боевых действий и не под обстрелом, неважно. У всех так или иначе. Острое стрессовое расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство. И я стараюсь принимать бесплатно. И удивительно, что многие мои коллеги, не договариваясь, между собой делают то же самое. И это такой признак хорошего тона стал. Когда какая-то катастрофа происходит, психологи, психотерапевты, психоаналитики вписываются в это и помощь оказывают бесплатно. Это и есть профессиональное сообщество, на мой взгляд. Спасибо вам большое. Мы вам очень благодарны, потому что тут люди вам пишут, такие сердечки посылают о том, что всем нам очень приятно, что вы нас поддерживаете, потому что действительно у нас сейчас очень тяжелые времена. И идет какой-то перелом, который мы все переживаем. Я просто вижу по клиентам тоже своим, что сейчас очень тяжелый какой-то момент, который непонятен наше будущее. Мы точно знаем, что мы победим, мы боремся за свою свободу, потому что мы любим свободу, а тем более такие, как мы, кто жил в оккупации, мы точно знаем, что мы не хотим так жить. И мы хотим жить по-другому, как жили и раньше, и будем отстаивать свою свободу до конца. Ну, вернемся... И в этом смысле, Людмила, у нас общий враг, потому что большая часть россиян тоже в оккупации находятся, тоже в оккупации рашистского режима. И ГБшенки, и ФСБшенки захватили власть, да, и большая часть населения тоже в концлагере, поэтому их надо освобождать. Вот, враг у нас общий. Спасибо, спасибо большое. Ну, мы победим, а я думаю, что дальше уже волна пойдет. Мы переможем. Мы однозначно, мы переможем. Так, понятно, по каким причинам мы говорим на русском языке, потому что пан Дмитрий, как у нас говорят паны уже, да, пан Дмитрий хорошо понимает украинский язык, но я решила говорить на русском языке, чтобы было понятно всем. Так, хорошо. Вот вопросы, которые нам... Тогда уж не пан, а сеньор, и подемо с областью. Да, ну и вот пишут, добро всегда победить. Спасибо большое Сергею, который пишет такие слова поддержки для нас, да. Ну, и сегодня тема у нас, как построить надежное отношение. Этот вопрос очень интересует людей, и мы бы хотели вот узнать, как вы лично считаете, как вот построить надежное отношение. Это, конечно, такой общий большой вопрос, да. И эти вопросы, вот сегодня я же говорю, собрала их. И как вот вы считаете, как вот построить надежное отношение? В психоанализе этот вопрос решается довольно просто. Наш друг Жак Лакан говорит, сексуальных отношений не существует. И никаких других отношений тоже не существует. И единственный способ, которым мы как-то можем создать отношения и связь с кем-то, да, это ее придумать. И любые отношения, они у нас в голове выстроены. Вот. А теперь представьте себе, что 8 миллиардов населения, и вы рандомно берете двух человек. И с какой вероятностью их нейронная сеть будет устроена одинаково или хотя бы похожим образом. Или хотя бы синхронно. Вот. Я думаю, что вероятность приближается к минус бесконечности. Да, невозможно это сделать. Вот. Поэтому априори никто никому не подходит. И никаких отношений, там, никакой второй половинки, там, что нас судьба свела, ой, мы так друг к другу подходим, значит. Три года ты мне снилась, а встретилась вчера, как в известной песенке поется, да. Такого не бывает. И больше того, я вам скажу, когда возникает вот этот эффект ложного узнавания, что вот это именно тот человек, которого я всю жизнь искал. Вот здесь можете поставить галочку, это начало катастрофы. Да, когда вы начинаете думать, что сама судьба нас свела, что мы две половинки одного целого, вот это закончится минимум конфликтом, а максимум поножовщиной. И как Ромео и Жильент, в итоге будет 12 трупов. Старайтесь избегать вот этого ложного узнавания. И плясать неплохо бы от того, что никто никому не подходит до тех пор, пока мы не начали и не попытались что-то выстроить. Получается, это иллюзия, когда мы представляем себя. Да, любые отношения – это иллюзия. Я вот с этого и начал, что никаких отношений не существует. И дальше вопрос. А как вы пробовали выстраивать отношения? А что получилось, что не получилось? И здесь я советую исходить из того, что у нас низкоконтекстная культура европейская, в отличие от Азии, где высококонтекстная. И моя любимая страна – Япония, где люди вообще не очень-то разговаривают друг с другом, но это не потому, что они закрыты как-то, да, а потому что по вторичным сигналам, по мимике, по интонации, по положению тела, как ты руки складываешь, да, про тебя все становится понятно. И, например, а такая процедура, как ухаживание, это абсолютно европейская, романтическая такая, да, мужчина ухаживает за женщиной. В Японии не принято там женщине цветы дырить, например. А я сейчас вот какой эпизод вспомнил. Я когда там последний раз был, по телевизору шло ток-шоу на прекрасную тему такую, которая нам, европейцам, вообще непонятна. Должны ли муж и жена разговаривать? Ну, в наших учителях. Вот, вот. И там у них как бы две партии, и одна защищает точку зрения, что да, должны, потому что какие же отношения с людьми не разговаривают, вот, а вторая партия доказывает, что и так все понятно, о чем разговаривать. И когда ты начинаешь говорить, тут же обнаруживается, что у тебя на работе какие-то проблемы, жизнь несовершенна, мир не так устроен, как ты думаешь, да, и второго человека ты просто грузишь этим. Вот, поэтому нафиг это надо. Когда ты говоришь, ты умножаешь количество страданий в этом мире, поэтому лучше вообще рот не раскрывать. И в идеале у них вот так и устроено, что отношения между мужем и женой настолько гармонично выстроены, что им и рот открывать не приходится. Вот. Это вопрос о том, что у каждого в голове какая-то своя реальность. И он брак проживает вот так, а она брак проживает совершенно параллельным образом. И они нигде не конфликтуют. Вот. Я считаю, что это идеально. Если эти две картинки нигде не конфликтуют, вот, тогда просто замечательно. Вам и не о чем разговаривать. Вот. А нам, европейцам, все-таки приходится. И поэтому, когда ко мне люди приходят с подобными проблемами, я задаю вопрос, а как вы пробовали договариваться? И что у вас получилось, а что у вас не получилось? Вот. И я советую исходить из того, что вот воспринимайте другого человека просто как инопланетянина. И с ним нужно договариваться обо всем. И все нужно проговаривать. Вот. Недалее, как сегодня утром, оказалось, что мы с женой оттенки голубого цвета морской волны видим абсолютно по-разному. Там, где мне кажется, что это зеленый, ей кажется, что синий. И это вот любопытный казус такой, что мы абсолютно по-разному видим цвета. Хотя она фотограф, и ей вот это важнее, конечно. Вот. Поэтому я в этом споре легко проиграл, издался, и я со своими женщинами вообще никогда не спорю. Вот. И вот это смыслообразующая вещь или не смыслообразующая? Договариваться нужно буквально обо всем. Обо всем. Вот согласна с вами. Как вы себе представляете и метафизические вещи, и бытовые вещи? Конечно. Вот в чем смысл жизни? Это должна быть разговариваемая тема. Но кто посуду будет мыть? Это тоже важная тема. И часто любовная лодка разбивается о быт. Понимаете? Ну да, да. Это правда так и есть. Потому что, допустим, у нас даже есть такое правило. Это правило было вообще в моей семье, в моей родительской семье. Мои родители приходили после работы и обсуждали все, что происходило за целый день. А мне всегда это как-то поражало. И я садилась за стол, там пила чай или ела, и тоже рассказывала там, да мелочи там, как я зашла в школу, что там я видела. Мне как-то папа такие определенные вопросы задавал. Я всегда этому как-то удивлялась, что в других семьях как-то по-другому. И, кстати, это правило нас спасло, потому что целый день ты проживаешь эмоционально как-то день, что-то с тобой происходит, ты что-то видишь, что-то новое познаешь и сам проживаешь. А когда ты делишься, ты как бы проживаешь вместе со своим партнером. Это, кстати, очень классная такая техника, которую я даже рекомендую своим клиентам, если они хотят это делать, конечно. Потому что иногда мы усталшие приходим, и нету просто сил говорить. Это тоже проговаривание. Ну да, иногда надо и помолчать, и вот то, что японцы делают. По умолчанию понятно, что меня принимают. И вот это один из маркеров, один из признаков комфортной среды. А вообще, конечно, надо исходить из того, что вы не знаете ничего, потому что у нас низкоконтекстная культура. Мы заранее не понимаем, что у человека в голове, какие у него там установки. И тем более прочные отношения, чем выше запас толерантности вот здесь. Он в одном не совпадает со мной, он в другом не совпадает, он в третьем чем-то не совпадает. И дальше я продолжаю антропологическое исследование, потому что мне человек интересен. И я хочу узнать, а как у него там в голове, а как он на это смотрит, а что такое другба в его понимании, а что такое предательство в его понимании, а в каких случаях надо взаймы давать, а в каких случаях можно измену простить, и так дальше, и так дальше. Либо я продолжаю это антропологическое исследование, либо у меня терпение заканчивается, как бы раз не подходит, два не подходит. Это как в том андемидоте, значит, лошадь споткнулась, раз, сказал индейец Джо, два, сказал индейец Джо, и третий раз ее застрелил. И его жена говорит, как же так, это же твоя любимая лошадь, она тебя спасала там из всех передряд, как же ты мог ее просто так убить? Раз, сказал индейец Джо. Слушайте, я обожаю вашу харизму. У вас настолько все это сразу идет само собой, я всегда этому удивлялась. Будем у вас учиться, хотя это все-таки прирожденный дар. Так, вот есть такой вопрос. Ну, это спасибо родителям. Ну, да, это понятно, что родители молодцы. Вот такой вопрос интересный, как точно распознать своего партнера? Никак, еще раз говорю. Вот если у вас возникает ложное узнавание, что мы две половинки одного целого, ждите катастрофы. Да, потому что в тот момент, когда окажется, что в чем-то он отличается или она, в чем-то он в вашей фантазии не попадает, вот тут будет конфликт обязательно. Конечно, однозначно. Второй такой вопрос. Какие ошибки не делать в отношениях? Перфессионист, видно, какой ты писал. Да. Ну, это тоже невозможно, потому что сколько триллионов нейронных образований у нас, да, и вы не знаете, где соломки подстелить. Но, вот я уже сказал, стрессоустойчивость – это необходимое, да, качество. Потому что ваш партнер постоянно будет вас удивлять. И мы по жизни вообще косячим постоянно, да. И я обещал что-то одно, потом я этого не делаю. Я обещал вынести мусор, я забыл, да. Мы постоянно косячим. Ну, понятно. Чем выше стрессоустойчивость, вот, это первое качество, на мой взгляд, важное, да. Второе – это фантазия. Потому что отношения мы должны придумывать и перепридумывать. И у каждого из нас, у невротиков, у невротиков, в голове есть какой-то идеальный образ. Там какая-то моя идеальная принцесса. Или, там, идеальный принц, да. И тот реальный человек, который рядом с нами, он может походить или не походить. И даже если на 99% он в этот образ попадает, он всегда не совпадает с ним немножко, да. И наша задача – придумывать его и допридумывать. И иногда на какие-то косяки закрывать глаза. Если я хочу с ним оставаться в отношениях. Но тут, Людмила, понимаете, есть и другая крайность. Когда я до такой степени зажат и закомплексован, что я начинаю себя терять, и во что бы то ни стало, я должен сохранять отношения. А партнер начинает творить абьюз, например. А вот. А у меня, значит, установка, что самое важное в жизни – это сохранить семью и брак. И можно наступить на горло любой своей песни. И вот тут я начинаю себе отказывать для того, чтобы обществу показать, что мы через все прошли, мы все вытерпели. Он об меня ноги вытирает, а я все равно терплю и не ухожу. И от жертв абьюза я вот часто что-то такое слышу. А зато я все вытерпела. А кому прикольно-то от этого? Конечно. Вот. И тут надо все-таки шаг назад сделать. Если вам отношения нужны для того, чтобы увеличивать удовольствие, и для того, чтобы ваша жизнь была разнообразнее, насыщеннее, вкуснее, эффективнее, вот тогда вам нужен партнер. А может быть, вам партнера не нужны, кстати говоря. И есть такое явление... Знаете, это тоже хорошее вопрос, который задают женщины. Нужен ли... Ну вот, есть такой вопрос, что он существует действительно сейчас, тем более он будет у нас существовать в Украине, потому что мы много потеряли мужчин, да. И этот будет вопрос существовать по поводу того, ну, не все найдут, к сожалению, себе мужчину. И нам нужно быть к этому готовым и тоже трансформировать своим женщинам, что женщина может жить и одна. Потому что это будет у нас... У нас этот вопрос уже скоро встанет. Да. Ну да, это всех стран касается, которые войну ведут. Поэтому вот прежде чем задавать вопрос «как», нужно задать вопрос «зачем». Зачем тебе отношения? Да, да. Вот я вот мастер бесячих вопросов, и один из этих бесячих вопросов «а для чего вам это надо?» И когда я меня спрашиваю там, а как завести отношения, как воспитывать детей, они вам для чего нужны? Что вы с этого будете иметь? И если вы что-то в своей жизни находите такое, что ну вот я живу, развиваюсь, там куда-то двигаюсь, но рядом нарисовывается человек, с которым я могу двигаться быстрее, или я могу новые какие-то направления для своей личности найти, или я могу как-то трансформироваться, и какие-то еще грани себя найти, которых я раньше не видел. И в свою точку «Б» я могу прийти быстрее. Вот для этого мне, может быть, нужен партнер. И для этого, кстати говоря, и дети тоже самое. Если ваш личный проект это как-то попадает, улучшает его, развивает, делает более насыщенным, интересным и вкусным, вот тогда рожайте детей. А если это как-то вас ограничивает, и вы заранее знаете, что вот я сейчас женюсь, и все, и уже ничего будет нельзя, и только порнхаб останется мне в утешении, тогда не надо этого делать. Ну, потому что культура так создана. Да. Культура создана, что если я женюсь, то у нас шаблонное мышление, мышление, если я выхожу замуж, или я женюсь, значит, все. Моя какая-то личная жизнь, какие-то мои интересы заканчивают. Теперь есть интересы только наши. То есть нету моих интересов, это действительно ошибочно. Сейчас мы уже много работаем с этими шаблонами, стандартами, которые были. Сейчас у нас уже, как бы, знаете, семья не ячейка общества, а сейчас семья, которая приносит удовольствие. Отношения, которые действительно должны не только приносить удовольствие, но и развивать человека. Не только мы, но есть и я. Да, мы сейчас с этим всем очень сильно работаем. Это правда. У нас, вы знаете, Дмитрий, у нас просто невероятно крутая молодежь. Вообще, настолько они у нас продвинуты. Я очень верю, что у нас такое европейское общество уже здесь растет. Так что у нас с этим хорошо. Так, вот еще вопрос. Самый интересный, который любил Фрейд, может ли любовь жить вечно? Точно какой-то молодой человек или молодая девушка задала? Если вам хватит фантазии. Да. Вот она ровно столько живет, сколько вы ее придумываете. Вот это может ли музыка длиться вечно? Вот если у вас хватит фантазии, она будет длиться. И каждый раз придумывать и перепридумывать. Вот это мой вам совет. То есть придумывать любовь, верить в нее и жить дальше. А потом, понимаете, еще такой важный аспект. В отношениях ничего невозможно законсервировать. Вот так не бывает, что я в 18 лет там один раз увидел девочку, влюбился, и все, и на всю жизнь она вот у меня такой лаурой остается. Не бывает. И я развиваюсь, и она развивается. И каждый раз, иногда это пересекается, иногда нет. У каждого человека какой-то свой личный проект может быть. И поэтому иногда люди отдаляются, что нормально. Иногда они конфликтуют, что тоже нормально. И я бы сказал, это необходимо. Вот у меня гораздо больше вопросов к людям, которые не конфликтуют. И если вы посмотрите на истории психопатов или маньяков, откройте там интервью жены Чикатило. Она расскажет, что они жили душа в душу и ни разу не конфликтовали. У нее другие конфликты. Вот, вот. Она даже не знала о его настоящих конфликтах. Это пара, которая не разговаривала. И они жили душа в душу, у них ни одного бытового конфликта не было, потому что он примерный семьянин, всегда мыл посуду, выносил мусор, гулял с собакой, потом детей забирал из садика. Вот. И вот это подозрительно. Вот это подозрительно. Если вы никогда не ругаетесь, а что там у вас вообще происходит? У вас там что-то растет вообще или все засохло? Это правда. Дмитрий, смотрите, есть такой еще вопрос интересный, он, конечно, глубокий, я даже не знаю, как одним ответом ответить. Как не повторить сценарий родительской семьи? У нас же сейчас это очень популярно, когда мы повторяем сценарий родительской семьи, потому что мы же себя так и ведем, как вела там мама с папой, как папа с мамой. И мы это все, конечно, притягиваем в свою семью. Я бы сказал, что его надо повторить. Потому что когда вы бегаете от какого-то сценария, вы создаете антисценарий. И вот я во что бы то ни стало не буду как мама или я не буду как папа. И вы в голове у себя это держите, и вы постоянно от этого отталкиваетесь. И оно вас постоянно якорит. Это, знаете, это человек, который так обсессивно сидит на диете. Он постоянно думает, где сколько жиров, где сколько калорий, что ему можно съесть, что ему нельзя съесть. И ты приходишь в компанию, а там какой-то канапе, шампанский, ты начинаешь думать, а сколько там чего калорий, майонеза, там жиров и все такое. И само по себе это создает гораздо больший стресс, который организм компенсирует зажорами, чем если бы ты просто ел то, что ты хочешь. Вот здесь то же самое. Если ты постоянно отталкиваешься от того, что нельзя повторить родительский сценарий, так оно тебя и будет определять. И оно тебя будет якорить всю жизнь. То есть мы идем в родительский сценарий, прожимаем его и проживаем его заново, так? Благо, что мы часть семьи все, и часть какого-то рода. И у нас не один сценарий перед глазами, а у нас несколько сценариев всегда. Вот мне это вообще очень повезло, потому что у меня семья большая, и у бабушки было две сестры, у дедушки, братья и сестры. Они все жили в одном городе, и я одновременно наблюдал и отношения из этого старшего поколения, и отношения среднего поколения, и отношения всех моих бесконечных двоюродных и троюродных братьев и сестер. И всегда есть выбор, и всегда есть какие-то нюансы. И ты всегда чувствуешь, что там вот дедушкино мировоззрение, оно более строгое, а бабушкино более мягкое. И если ты, например, там у соседей яблок наворовал, то дедушка тебя скорее похвалит, а бабушка скорее накажет. И кому идти с этим, ты уже сам решаешь. Один другому, конечно, скажет, и все равно под затыльником гребешь. Но есть маленькие нюансы. У каждого своя система ценностей. Каждый одну и ту же историю рассказывает по-своему. По-своему. И ты можешь выбрать. Ты можешь выбрать, и ты можешь встроиться. Конечно, есть какие-то красные черты, какая-то двойная, сплошная, которую пересекать нельзя, там понятие добра и зла, и там ответственность, совесть и все такое. Но то, что касается отношений, у каждого в голове какая-то своя картинка. И даже если вы про семейный роман спросите у мамы и спросите у папы, они вам по-разному расскажут. Они вам расскажут со своими акцентами. И с одной стороны, да, мне тоже и пациенты, и коллеги говорят, а что же, это детерминизм, потому что мы нашу жизнь выстраиваем из тех паззлов, которые нам в Апанамку в детстве понакидали родители. Да, это так. Но они нам понакидали одновременно несколько картинок. И из них мы можем сложить совершенно разные. Потом в жизни так бывает, что определенную часть паззлов мы просто не замечаем. Или забываем, или вытесняем. Потому что они как-то лебеденально нагружены, или связаны с нашими травмами, или что-то неприятное. И я делаю слишком радужную, слишком яркую картинку. Или наоборот, я делаю слишком темную, слишком депрессивную картинку. А при этом за бортом остается еще 80% паззлов, которые я просто не замечаю. Именно для этого нужен психоанализ. Когда человек приходит ко мне и рассказывает, рассказывает, рассказывает. Я ему возвращаю. Ну как же? А вот здесь совсем по-другому произошло. И вы говорите, что всю дорогу папа подонок был, а здесь вот он доблестный, честный, храбрый поступок совершил. Такой по совести, по справедливости. Значит, мы такомы, что мы негридиально. Или наоборот. Или наоборот. И для того, чтобы вернуть вот эти выброшенные и незамечаемые фрагменты картинки, для этого и нужна работа с психоаналитиком. Тогда мы можем собрать реальность более разнородной, более разнообразной и с большим количеством красок и оттенков. Вот это делает нас более богатой личностью. Понятно. Спасибо большое. Так, тут тоже такой вопрос интересный. Я иногда ненавижу своего мужа и при этом его люблю. И это нормально? Что же в этом? А, да, я извиняюсь. И тут спрашивают, нормально ли это? Джейс нас дает такой вопрос. Я извиняюсь, не дочитала. А я бы сказал, что иначе это и не бывает. Мы ненавидим именно тех людей, которых любим. И, как Лев Толстой говорил, самые плохие – это бывшие, самые хорошие. Понятно. Я думаю, вы это сказали, потому что, на самом деле, нужно нормализовать женщин, потому что они часто эти вопросы задают на консультациях. И я знаю, что это очень большая проблема, что человек себя считает каким-то ненормальным. Ну, потому что, знаете, когда в ссоре муж кричит, это ненормально вообще, то ненавидишь, то любишь. Или наоборот, да? И поэтому, конечно, все хотят нормализации и понять о том, что все эти чувства, эмоции, которые в семье возникают, что это нормально. Но каждый переживает, что к с ума не сойти. Ну, я думаю, что это сейчас тревога. Вот это, Людмила, кстати говоря, неправильно. Не пытайтесь быть нормальным. Когда человек пытается быть нормальным, он себя упаковывает в ствичечную коробочку. Понимаете? Классно. Слишком громким быть нельзя, слишком веселым быть нельзя, слишком грустным быть нельзя. Вот. Я пациентам часто на консультациях черепаху-тортилу включаю. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, да удивись. Если тебе хочется проявить агрессию, иногда это можно удивить. Ну, еще форму, я думаю, форму агрессии надо выбрать какую-то свою определенную, чтобы мы, как бы, на самом деле, не навредили другому человеку, и чтобы там тарелки не полетели в голову мужу или наоборот, да? Мне кажется, что тут тоже нужно как-то договориться, как там, ну, хотя договориться сложно о агрессии, как я буду выражать ее, правда? Вот это одна из самых больших сложностей, на самом деле, потому что у нас в постсоветской ментальности у нас с одной стороны табуирована агрессия, а в то же время сейчас вот самый популярный сериал «Слово пацана», да, вот это. А потом ты выходишь на улицу, и там можно все. И это как маятник расшатанный такой, да, в одном месте слишком зажато, а в другом месте вообще некий границ. И, ну, то, что сейчас происходит, отчасти, да, это явление постсоветской ментальности. Сосед стал более-более успешно богатый и демократичный жить, надо пойти и спалить к нему хату и зависть, а потому что нефиг мствовываться, все должны в одном совке жить и одним говном питаться, пардон, да. А то же самое, непроработанная зависть, неконтренированная агрессия. То есть я подозреваю, что психологически война происходит из-за этого. Ну, кстати, да. Я, кстати, не думала об этом моменте. Спасибо большое, коллега. Это невероятно, то, что вы сейчас сказали. Для меня невероятно. Я об этом буду теперь думать. Так, хорошо. А как принять мужа со своими правилами жизни? Вопрос от клиентки. Сложный вопрос. А вы не обязаны принимать его? Он может в своей психической реальности существовать, вы не обязаны разделять его, вы не обязаны лайкать, если он не нарушает какие-то двойные сплошные, вот те вещи, которые для вас принципиальные и смыслообразующие. И если он вописывается в ваши понятия о порядочности, чести, совести, добре и зле, но у него есть взгляды, отличные от ваших, и вы в них не совпадаете. Вы и не обязаны это принимать. Вот психологически должно быть у каждого какое-то свое пространство. Есть вещи, с которыми я со своей второй половинкой не согласен. И они не портят отношения. Что-то, что там. Она любит, а я не люблю. И наоборот. И каждый может в этом побыть. И никто не пытается другого переделать или переубедить и сказать, как правильно. Не воспринимайте человека как заготовку. Он уже готовый человек. Либо вы его принимаете со всем этим и готовы с этим. Либо вы не готовы. Я бы советовал отличать какие-то базовые смыслообразующие вещи, которые действительно принципиальны для вас, и то, где красная линия проходит. И то, что не важно. И если человек, я не знаю, упарывается и любит гладить маечки утюгом, а я никогда этого не пойму и... Ну, пусть делает, господи. Это его время, его решение. Он решил так распоряжаться своей жизнью. Мне это никак не мешает. И на какие-то второстепенные неважные вещи можно закрывать глаза. Вот это мудрость. Да, это мудрость. Ну, да, это мудрость действительно. Но вот есть такое понятие еще в психологии. Да, вот сейчас там на разных обучалках обучаемся этому всему, что если человек примет прежде всего себя, то он сможет понять другого. Вот такое понятие, да. И я думаю, что это тоже очень важно. Человеку сначала как бы разобраться с собой больше, чем начинать разбираться с собой через другого. Чтобы понять, как ты это делаешь, стоит ли это принимать и так далее. Потому что я думаю, тут претензии к себе. Тут очень интересный вопрос вылез. Я тоже очень люблю эту тему. Как, Дмитрия, да, как можно быстро вылечить гомосексуальность? Я вижу, да, Филиппов психолог. Да вы провокатор. Да, да, да. Это такая большая обращая тема. И она просто... Ее надо как-то как-то разделить. Если что, давайте с вами запланируем. Я, кстати, у меня просто много друзей и клиентов, кстати, в этом направлении. Я их очень сильно люблю. И клиентов, и друзей. Вот, с ними очень интересно работать. Сложно, наверное, будет ответить сейчас сразу на этот вопрос. Правда ведь? Он очень большой. Ответить мы не ответим, но забросочку небольшую делаем, да. Первое. Мы никого не лечим без запроса. Да. И, ну, я понимаю, что я отчасти буду в стакане воды этим создаю, когда я говорю, что гомосексуальность лечится, и выбор сексуального объекта можно поменять. Но только в том случае, если словами через рот мне это проговорено. Да. И ко мне приходит человек и говорит, я хочу вот это сделать. Вот. А так-то я считаю, что и гетероориентация нормальная, и гомоориентация нормальная, и асексуальность это нормально. Вот. Если вы никому не причиняете вреда и себе в том числе, и вам комфортно, и людям вокруг вас комфортно, можете делать все, что угодно. Да. Да. Это правда. Потому что, в принципе, вот эти ребята больше приходят с запросом не как вылезть меня от гомосексуальности. Они приходят с нормальными, с житейскими вопросами, связанными с жизнью, с работой, с семейной парой, с которым партнером они живут. Потому что, на самом деле, отношения в этой семье тоже строятся, как у обычной пары мужчины и женщины. Нет, получилось у него срать спорта. Да нет, нормально, ребята. Дело в том, что это очень классный вопрос, и я знаю, что всем он очень интересен. Если Дмитрий согласится, мы как-нибудь выйдем и об этом тоже поговорим, потому что мы, может, сначала переговорим вначале вместе о наших клиентах, как и что, и я спрошу, кто из клиентов захочет выставить вообще истории свои. Потому что обычно, я знаю, что в психоанализе точно запрещено истории рассказывать своих клиентов как пример. Правильно? Да? Ну, я знаю, что да. Ну, в редких исключительных случаях там, да, если много лет, я согласен всегда это делаю, а потом спустя 10 лет, как правило. Вот, если вы где-то мои случаи видели опубликованные, то это там нулевые годы, как правило, там 2005, 2006, 2007 годы. Вот, то есть 10 лет, как правило, проходит, и пациент мне должен разрешить, и случай отлежаться должен на самом деле, потому что через пару лет ты перечитываешь там совсем по-другому. Конечно, конечно. И когда я перечитал еще историю клиента, еще подумал, господи, а вот это, вот это можно было, еще вот это вот можно было. Как бы видишь уже по-другому. Это правда. Ну, тут вопросы дальше пошли. У меня есть товарищ психотерапевт ГИ, он, когда это услышал, у него было странное ощущение. А что именно он слышал, я не поняла. О том, что это вылечить или что? А то, что я говорю, что это излечимое, то, что я за такие случаи... Так обращайтесь, это моя профессия. То, что у него странное ощущение возникло, это прекрасно. И с этим странным ощущением он что-нибудь может сделать. Послушайте, вот вы сейчас спрашиваете, это лечится. На самом деле разбирается история клиента и откуда вообще это начало имеет. Понимаете? И когда мы приходим в эту начальную точку, только тогда мы понимаем, на самом деле, какая ориентация у человека. Но это мой опыт, это мой личный опыт. И поэтому это никак бы не лечится, это разбирается на консультации, консультируется. А дальше человек сам определяет, хочет ли он... Когда после очень... Бывает очень долгая работа с психологом, терапия практически, для того, чтобы человек понял на самом деле, что он хочет. Какую ориентацию он хочет придерживаться, и что у него было раньше, до этого, как случился какой-то случай. Правильно говорю, пан Дмитрий? Вот я однажды в Киеве, кстати говоря, жил в Доминиканском монастыре. И братья приглашали меня на завтрак, на обед, на ужин, и я с ними трапезу разделял. А вот, ну и после того, как мы там помолились, вкусили, значит, иногда мы рассказывали анекдоты. И вот такой католический анекдот на тему. Девушка приходит на исповедь и спрашивает, а секс без любви – это грех? Ей на это отец отвечает, без любви все грех. Чего вы прицепились к этому сексу? А вот, так и здесь тоже, да? А вот гомоориентация, гетероориентация – это неважно. Базовый конфликт. Если человек не слышит себя и не взаимодействует с собой, так неважно, какая ориентация у него там, да? Это скорее социальная проблема. К сожалению, в обществе этих людей как-то сильно стали прессовать. А в аршистском концлагере очень сильно стали прессовать. Вот в этом проблема. Вы поняли, Фан Бит, надо чем-то заниматься. Вот, вот, правильно, да, правильно. А психологически эта проблема не в этом, да, с кем он там спит. Девочки, мальчики, как бы это все второстепенно. Если ты сам себя не принимаешь и сам себя не слышишь, вот в этом проблема, да. И с этим я работаю на самом деле, а потом я же никогда не могу быть уверен, там, гей он или не гей. Он мне рассказывает какие-то истории. А верю я в это или нет? Это вопрос третий уже. Все правда. Так, ну, давайте присоединимся к нашей теме про отношения. Мы с вами только сразу забрали отношения и сколько стоит ваша сессия. Вы можете Дмитрию написать лично, чтобы спросить об этом. Мы так громко не будем писать, там, сколько стоит сессия. Я думаю, что Дмитрий вам ответит, и вы уже узнаете. Давайте дальше. Надежные отношения. Это вообще возможно? Потому что у нас 10 минут просто осталось, я уже на спицу. Вопрос есть такой от женщины. Надежные отношения. Чуть больше потребуется, можем немножко больше. Да, отлично. У нас есть абсолютно объективные причины, почему наши отношения стали меняться. И связано это не с психологией ни с какой, да, а с организацией труда. И если еще там 60-50 лет назад люди работали по смену, и у меня многие дедушки и бабушки там на заводе работали, да, и было четкое расписание, как ты должен работать. И быт они выстраивали, тоже исходя из этого, кому в какую смену, сегодня дневная смена, потом ночная смена, да, и люди взаимодействие выстраивали через быт. И многих вопросов, о которых мы сегодня заморачиваемся, они даже не касались. И не думали. И не думали, да. А сегодня у нас труд так организован, а после пандемии так и тем более, да. Многие из нас работают из дома. И 24 на 7 со своими семьями проводят. Вот, у меня сейчас во дворе куча детей бегает, половина мои, половина не мои, никак не могу разобрать, значит, отличить. Подожди, сколько у нас детей наших бегает, Сан Дмитрий? Я уж сам теряюсь. Знаете, этих помыть или новых нарожать называется. Для поколения моих бабушек и пар бабушек это немыслимо. И я вот со старшим поколением всякие откровенные разговоры вел, и это был очень ценный опыт. Потому что бабушка мне рассказывала, что там каждый разговор с ее отцом она помнит. И это было что-то такое неважное. Папа пришел домой, папа меня взял на руки. Папа мне подарил конфетку там. День рождения она помнит. На Новый год папа там сделал это, на Новый год папа наш год. Если моих детей спросить, что там папа, ну, я каждый день 24 на 7 присутствую, что-то мы ходим, покупаем, разговоры разговариваем. И это вот так не запечатлевается. И к партнерам у нас совсем другие требования теперь стали. Нам не только нужно, чтобы он нам там как-то внешне подходил, чтобы музыку общую любили. Чтобы книжки общие читали. Я, значит, увлекаюсь Лаканом, а она Левистросом. Она погрязла в структурализме. Нам с ней делать нечего. Или я вот это тоже в качестве анекдота уже рассказываю. У меня как-то со старшим ребенком, ему 20 лет, был такой, ну, не конфликт, но, в общем, спор. Он мне сказал, что БГ – это не рок. И он там прочитал, что это к стилю этно относится. Ну, и мы с ним практически до битья посуды, значит, об этом разговаривали. Более старшему поколению даже предмет непонятен. Чего вы спорите? Ну, слушает какую-то, как бы отстанет от него. И я вот у бабушек и дедушек спрашивал, а как они себе пару находили? Дедушка у меня 28-го года, бабушка 30-го. И они мне примерно, значит, одну и ту же историю рассказали, что, ну, внешне красивый, сексом хорошо занимается, работа есть. Вот, по хозяйству там все умеют. А? Как корову выбрали, красивое, хозяйство ведет, все хорошо, пойдет. Ну, да, то есть каких-то вот экзистенциальных запросов, что там, а надо, чтобы у нас там взгляды были. Типа, и дальше стерпится, слюбится. Если ты находишь человека, который тебе приятен и который подходит. Вот, и вообще тебе особо некогда об этом думать, потому что у тебя ночная смена, тебе выспаться надо успеть. И я помню тоже вот эти эпизоды, что иди на улицу, побегай подольше, потому что дедушка спит сегодня, ну, вечером на работу идти. Вот, и многое строилось вокруг процесса труда и процесса производства. А сегодня у нас трут совсем иначе устроен. И поэтому в семье в то же самое. Нам нужно, чтобы она пила такой же смузи, как пью я, на кокосовом молоке. Вот, если она веган, значит, то я тоже веган. И вот мы там какие-то индийские сладости с ней. Для старшего поколения даже непонятно это все. И поэтому молодым людям сложно создавать отношения. Сейчас, да. Очень много критериев. Много критериев, да. Очень много критериев. Ну, я думаю, что реклама еще очень большая сейчас в соцсетях. И везде практически о том, какой должен быть мужчина, какой должна быть женщина. Там, заниматься спортом, саморазвиваться, за собой смотреть. Ну, в общем, такая супер-женщина и супер-мужина. Сейчас я думаю, что вот с этим проблема очень большая достаточно. Поэтому из-за этого у нас такие критерии выросли, они большие. А раньше, как вы правильно сказали, у меня бабушку держали дома 8 лет. Когда я исполнила 24, она вышла замуж за парнем. У меня по отцу кулацкая семья. Нужно было соединить заливные поля для того, чтобы хорошо коровы ели эту траву. И там нужно было как-то это соединить. И из-за этого бабушку не пускали к парням. И она дождалась своего парня, которому 16 лет, и вышла за него замуж. И они любили всю жизнь друг друга, потому что заливные поля очень были важны. Все очень просто было. Так, у нас есть вопрос от Дмитрия. От нашего Дмитрия. Вы видите его, да? Нет, не вижу. Так, смотрите, почему девушки часто вспоминают бывших и рассказывают об этом? Нарциссов это сильно бесит, и они жалуются. Так, может быть, именно поэтому? Ну да, нарциссы жалуются. Он же для этого нарцисс. Ну, просто видно, нарциссическая часть большая, может быть, у этого парня. Из-за этого он это все и рассказывает. И почему девушки часто вспоминают бывших? Конечно, вспоминают, потому что в детстве конфиты было всегда вкуснее, чем когда ты съел ее в 25 лет. Поэтому я думаю, что это еще с этим больше связано. Да, Дмитрий, как вы думаете? Тут, знаете, тут индивидуально. Рассказывают, с какой целью рассказывают? А, точно. Может быть, у нас в отношениях все слишком пресно, и я хочу туда ревности подбросить. А ну-ка, давай не расслабляйся, мужик, давай-ка ухаживай за мной, потому что у меня тут штабелями укладываются, у меня тут очередь выстроились. А ну-ка, давай не расслабляйся. Может быть, я сама теряю какой-то вкус, да, в этих отношениях и начинаю думать, да, вот у бывшего Ламборгини-то длиннее было, там еще что-нибудь. Это индивидуально, вот здесь надо разбираться. Иногда это токсично, иногда не токсично, но в любом случае это какой-то маркер, это какой-то знак, о чем это говорит. И прежде чем переходить к отыгрыванию и там обижаться на это, там, вы услышите, а о чем на самом деле этот вопрос? Что человек хочет вам сказать, когда он говорит это? Да, 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 понятно, понятно. Ну, что девочки, они больше подкидывают просто не в разгаре, который костер начинает тухнуть. Я думаю, что они просто подкидывают все эти элементы своей страсти для того, чтобы больше, больше все-таки, наверное, чтобы какой-то костер горел в этой семье. Я думаю, что это больше с этим связано, я тоже это наблюдаю, потому что я привержен лично спокойной семейной жизни, мне больше нравится так развиваться. А кому-то нравится развиваться по-другому, для кого-то это стимулы, это все очень действительно по-разному. Есть такой вопрос, скажите, любовь, это что с вашей позицией? Ну, это вопрос еще более простой, чем как вылечить гомосексуальность, да, и мы за оставшиеся 40 секунд сейчас вам об этом расскажем, конечно. У меня есть отдельная лекция на YouTube, можете посмотреть, называется «Для чего люди придумали любовь». Вот, я там об этом более подробно рассказываю, конечно. Я думаю, что, знаете, вот это явление все-таки того порядка, что девочкам очень много загаживают голову тем, что она должна подпитывать отношения, она должна мужчину напитывать энергией, она должна там еще что-то, семейный очаг и все такое прочее, и все такое прочее. Вот, и поэтому, если он что-то взгрустнул, она сразу начинает напрягаться, я должна сейчас его как-то тут взбодрить, развеселить, мотивировать и все такое прочее, к сожалению. Вот, и я часто говорю, что единственный проект, который вы в жизни ведете, это проект с вашим именем и фамилией. И вы не обязаны никого там мотивировать, дотаскивать, долечивать, переделывать, еще что-то. Займитесь собой. Да. Хороший ответ, я вам благодарна, но я хочу немножко коснуться женщины, написали те, у которых мужчины на войне находятся, и очень много переживаний в этом месте. И одна из женщин написала мне, как справиться с тем, с такой тревогой, что муж на войне, он может погибнуть, и эти мысли не дают ей жить, потому что, ну, это реальность наша, это действительно может произойти, потому что мы видим практически через день, через два похорона погибших мужчин. И поэтому, конечно, вот такой вопрос сложный, но вот хотела у вас спросить, как вот с таким справляться, потому что я же понимаю, что это все из рода фантазий у человека, но тем не менее, вот мы здесь в такой реальности живем в Украине. Ну, я бы вот в таких случаях советовал то, что называется психологическое сопровождение. Это не психокоррекция и не психотерапия, и не психоанализ, тем более, да, это психологическое сопровождение. Что нас вытаскивает из стрессовых ситуаций? Эндорфин и дофамин. Да. Если вы можете себе нарисовать более или менее позитивную картинку будущего, вот, это вам дает дофамин. И вы каждое утро просыпаетесь, и вы знаете, куда вы идете, к чему вы движетесь, и завтра будет лучше, чем вчера. Во-вторых, какие-то повторяющиеся повседневные действия тоже могут вас стабилизировать. Если вы каждое утро в 8 утра просыпаетесь, пьете стакан свежевыжатого сока, а потом вы идете, принимаете душ, вот, это неплохо бы каждый день делать и повторять, потому что такие вот рутинные вещи нас стабилизируют и дают нам ожидаемый дофамин. Вот, ну и потом у каждого разная степень, да, тут индивидуальный подход нужен. Кто-то в депрессию заваливается, у кого-то тревожные мысли, у кого-то там, не дай бог, саморазрушительные могут быть, да. Ну вот, если грядет катастрофа, тогда я ее опережу и сам все сделаю. С этим бы надо поработать, конечно. Ну, навязчивые мысли, да, я так понимаю, что работать больше с ними, как бы. Самое важное, понимаете, тут, Людмила, самое важное, что если есть понимание, что муж на фронте делает что-то смыслообразующее, он родину защищает от захватчиков, от рашистов, которые напали. Да. Да, и он делает важное, ценное дело, которое все последующие поколения оценят. Конечно. И не только украинцев, а вообще всех людей на земле, да, потому что рашизм – это зараза для всего человечества. Да. Если муж на фронте борется с захватчиками, то все человечество, несколько поколений ему скажут спасибо, да, он делает нечто осмысленное, направленное во будущее. И вот это поддерживает, вот это спасает. В отличие от тех, кто агрессию совершает. И это один из самых сложных элементов моей работы, потому что с родственниками захватчиков тоже приходится работать. Вот. И какая-нибудь мама там, которая, да, она не согласна со всем этим, она это не поддерживает, но сын на фронте, предположим, что ей делать. Да. Вот. А там совсем другая история. И там нет ничего осмысленного. А там зависть и агрессия, не проработанная против Украины. И там совсем другая история, конечно. Вот. А у украинцев все-таки есть дофаминовое будущее. Вы Европу спасаете от России. Ну да. Это правда. И я тоже очень горжусь нашими мужчинами, которые стоят на передовой и действительно закрывают нас спиной. И благодаря тому, что это происходит, мы здесь живем свободно и спим ночами, хоть это и под сиренами, но мы спим. Поэтому, конечно, мы всячески помогаем и помогаем психологически женщин поддержать, где мужчины сейчас находятся на войне. У нас сейчас сегодня, правда, там закон готовится, который мы тоже все переживаем, о мобилизации женщин, хотя бы, знаете, подготовить женщин к этому. Поэтому я так поняла, что мы как бы серьезно за этот вопрос взяли, за защиту нашей Родины. Есть еще такой вопрос. Я хотела вас спросить. Как вообще узнать, что ты живешь с мужчиной или женщиной-абьюзером? Когда есть психологическое насильное в семье. Этирического нет, а психологическое есть. Потому что это все называет абьюзером. Да, да, к сожалению. К сожалению. Мне кажется, это очень простой вопрос. Если вам некомфортно, значит, вам некомфортно. И я тоже часто об этом говорю. Если над вами совершают насилие, но вы это не воспринимаете как насилие, вы от этого не страдаете, тогда никакого абьюза нет. Может быть, у комаров, которые в этой комнате, страшный заговор против меня. Но я включаю фунегатор, и их тут нет. Это все, да? То есть это не абьюзер. И то же самое отношение. А если кто-то думает, что он над вами издевается, но вам от этого не тепло, не холодно, и вы это не чувствуете как насилие, то тогда нет никакого насилия. Вот и все. Поэтому нужно внимательно слушать себя. Это раз. И вот как я люблю на ситуацию, нужно смотреть с разных сторон. Тут ведь и другая полярность. И люди начитались всяких психологических пабликов. И такое популярное слово абьюз. И все кругом абьюзеры. И я такая жертва-жертва. И люди начинают из воздуха генерировать. Я тоже хочу быть жертвой абьюзера. И он сегодня сделал смузи не на кокосовом молоке, а на козьем. Все. Это абьюз, потому что он пренебрегает моими ценностями, значит, моими ожиданиями и все такое. И люди искусственно начинают генерировать у себя обиженную. Меня никто не понимает. Это что-то подростковое такое. Знаете, меня никто не понимает. Меня все обесценивают. Я такая белая пушистая ромашка, значит, на меня все капают со всех сторон. И люди искусственно генерируют у себя страдашки. И это такая тенденция современного мира, что обязательно надо где-то что-то страдать. Под это, конечно, подъезжают психологи, которые придумывают разные новые формы психологического насилия, абьюза. Вот если я привык к прозрачному стакану, она мне поставила синий, это все, это абьюз. Я страшно страдаю, и моя жизнь не будет прежней, поделилась на до и под. Так, Дмитрий, зарабатывать психологом, вы что? Вы что, не понимаете, что... Нет, я вам тут словами чеховского персонажа скажу. Дело надо делать, господа. Надо хорошо работать свою работу и не придумывать то, чего нет. И, в общем, стоматолог, который сверлит здоровый зуб, да, это не профессионал. И психологи то же самое. Не надо придумывать из пальца то, чего нет. А то, что касается абьюза, вопрос очень простой. Если вы страдаете, значит, вы страдаете. Если вы не страдаете, не надо ничего придумывать. Это да, это правильно. Есть такой сейчас момент, что приходят действительно... Где-то начитался, что-то посмотрел, пришел, сказал, вот у меня по этим пунктам совпадает, давайте работать. Начинаем, когда выяснять, оказывается, все эти пункты просто откуда-то сцеплены, придуманы, в общем, какая-то это, и давай колотиться. Ну, как я всегда... Вы правильно сказали, дрова в кассир подбросит для того, чтобы больше пылало, больше пылало и пылали все вокруг. Так, хорошо, спасибо. А скажите, вот что бы вы посоветовали людям и нашим зрителям сегодня, да, вот, допустим, как не раствориться в отношениях, когда у тебя дети, когда у тебя, там, не знаю, муж или жена, там, сдает на доктора наук, то есть когда очень много всего, очень большая нагрузка. Как вот не раствориться, не потерять себя в семье? Так, а я бы вообще вот подобные вещи не противопоставлял. И я даже вот не до конца понимаю этот вопрос, там, я и вы, а в чем разница? Дети – это продолжение, это проект, и вот на 15 минут назад возвращаюсь. Прежде чем заводить детей, понимаете, для чего они вам нужны? Вопрос, для чего нужны? Да, это вот примерно как там, я хочу научиться играть на гитаре. Для этого нужны ежедневные тренировки, которые иногда могут быть рутинными, иногда мне скучно гаммы играть. Я не хочу этого делать, но ты на этот проект подписался, если ты хочешь. И вот когда ты подписываешься на него, если ты хочешь, ты в том числе принимаешь, что иногда будет весело, иногда будет скучно, иногда будет получаться, а иногда не будет получаться, и это нормально. И любые отношения, и любовные, и семейные, и дети тоже самое, это кругосветное плавание такое. Ты туда отправляешься, но ты не знаешь, что тебя там ждет. Но ты именно для этого туда и отправляешься. Угу, спасибо. Потому что этот сейчас такой вопрос, прям, он вообще, я не знаю, как в других сетях, но в наших сетях, он так много его сейчас, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, куда я только не зайду, этот вопрос висит везде практически. И женщина сейчас все возмущенно начинает как бы мусолить, мусолить практически этот вопрос, вот я растворилась в семье и так далее. Ну, вы правильно говорите? На это все согласились вы вместе. Так, хорошо. И, Дмитрий, расскажите, что вы принимаете, консультируете людей, чтобы люди знали, могли записываться по моему на консультации. Я думаю, что мы еще сообразим очень много проектов каких-то сделаем. Я думаю, что они будут больше обучающие и психоэдекуационные для людей, чтобы они как бы набирались знаний и более знали о себе и о психологических процессах в жизни человека. Да, я принимаю и работаю. У меня график, правда, очень плотный. Если кто-то хочет на анализ ко мне, то это на март-апрель, наверное, или даже летом получится. Если вдруг образовываются какие-то окна, то я принимаю пострадавших бесплатно. Если у меня времени нет, то я могу коллег рекомендовать. Вот я в самом начале сказал, что меня это порадовало. И я вижу в соцсетях, что многие психологи, психоаналитики, психотерапевты тоже принимают бесплатно. Я могу вам, специалиста, порекомендовать. Мужчину или женщину разного возраста, кому-то хочется постарше, помладше, по-разному. Это если образуются какие-то временные окна. Интервью с удовольствием всегда побеседовать, что-то рассказать, порекомендовать. Да, вот нас спрашивают, посоветуйте книгу. А мужчина или женщина? Ну, я каждый день читаю священный Коран. Я не знаю, пригодится ли вам эта книга о мужчинах и женщинах, но много полезного. Ну, дает. Слушайте, ну популярной литературы просто сейчас такое огромное количество. И если мы начинаем советовать читать эту популярную литературу, то я не знаю, что вы там найдете для себя. Вот и все. Тут сложно советовать, потому что ни в одной книжке про вас не лупится. А потом, знаете, я не сторонник от того, что какая-то женская психология, особенно мужская психология. Вот наш коллега Зигмунд Яковлевич Фрой нам доказал, что нет никакой разницы между мужской и женской психологией. И нет ничего такого врожденного у женщин, чего нет и никогда не было у мужчин. И нет ничего такого врожденного у мужчин, чего не было у женщин. И если взять просто текст... Психические процессы одинаковые, да. Да, психические процессы одинаковые. Взять текст сновидения или воспоминания. Вы не поймете, мужчина это или женщина, который делал этот сон. Вот, поэтому... Или когда вот я тоже там спрашиваю у коллег, с кем я работаю, мужской психолог или женский психолог, мне сразу хочется спросить, а как вы отличаете? Вот вы на меня смотрите, я мужчина или женщина? У меня есть и мужская идентичность, и женская идентичность, и детская идентичность, и стариковская идентичность. Вот, а когда я со своими детьми, так я иногда медведь, а иногда же он удар, понимаете? Спасибо, спасибо. Тут есть такой вопрос, насколько нужно быть пострадавшим, чтобы было бесплатно. Так, смотрите, я принимаю сейчас платно, потому что я с оккупированной территории тоже снимаю жилье и так далее, поэтому я пока принимаю платно. Я участвую в проектах, там где бесплатно консультированы, но это с проектами люди. А вот Дмитрий, он, если у него есть окно, он, я понимаю, какой Иван это говорит, ваши страдания достаточно высоки. И я думаю, что если вы напишите Дмитрию, он отзовется, и если это будет не Дмитрий, то будет его какой-то коллега, так что и вам пишите обязательно. И не оставайтесь с этими проблемами один на один, это правда. Если есть желание обратиться и что-то высказать, и о чем-то поговорить, вот это уже достаточный запрос. Нет никакого индикатора страданий, там, шкалы, там, да? Если вы чувствуете, что вам не ок, значит, вам не ок. Да, да. Обязательно обращайтесь, не оставайтесь с болью один на один. Это нормально все, на плаву еще. Иван, обращайтесь. Я знаю, что мы можем плавать и в ядерном море, и выплыть. Но как мы будем после ядерного моря, это вопрос. Вот. Хорошо. Так. Ну, я хотела вас, Дима, очень сильно поблагодарить. Я надеюсь, что мы встретимся... Да, встретимся на живую, когда-то вы приедете в наш прекрасный Киев, Львов, Одессу, Запорожье, Днепр, Харьков, для того, чтобы провести какие-то интересные семинары. Спасибо за такую прекрасную встречу. Ну, наверное, мало сказать, что мы вас любим, мы вас обожаем. Спасибо, что помогаете Украине. Спасибо. Да, что за вашу позицию. После такого эфира прощаю ваш нарциссизм. Чего прощать-то? Наслаждайтесь им, наслаждайтесь. Да. Так. Пишет, некогда страдать, работаю и ночные, и дневные, и ребенок еще некогда пострадать. Спасибо за трансляцию. Пожалуйста, ребята, приходите еще, мы будем что-то соображать, интересное вам предоставлять. Хорошо, Дмитрий. Я даже, мне хочется много всего сказать, но я думаю, что уже надо народ отпускать, потому что уже действительно время, дети, чтобы не растворились, другие, будем прощаться со всеми. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Вам спасибо. До встречи. Слава Украине. Героям слава. Смерть ворогам. Спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания.